Сегодня мы приветствовали более 120 участников на Российском форуме современного искусства. Здесь, в Москве, мы собрали более 120 коллекционеров, художников, галеристов. И мероприятие уникальное тем, что оно впервые проходит в формате деловой конференции в России. Это фрагмент для людей, которые не знают. Что вы видите на панели сегодня, это дискуссия о контентном арт-маркете в Москве и в Руссии, и о том, что возможности для этого рынка превращаться, превращаться более интернационально, но также связаться с местной коммуницией. Конечно, Москва делает огромное дело, что сезает этот момент и создает более широкая платформа, и делает так много работы для получения интернационально. Очень приятно было видеть настолько международную публику, и то, что к нам пришли не только профессионалы из России, а то, что у нас приехали ради форума люди всех отраслей современного искусства и со всех стран мира. Поэтому то, что форум был на двух языках, он действительно был выязычный и поистине международный. Это уже огромный шаг вперед. Дискуссия была очень положительная, мне кажется, что это был хороший старт этого дня, замечательно, что приехали такие знающие люди в мире искусства. Мне очень понравилось, что были представители и российской стороны, и западной. Мне кажется, тот опыт, про который мы говорили, мы потом его можем обзорбировать и перенести на нашу российскую действительность. Сегодня дискуссия была очень интересна, как определить функции, потому что самые базовые вещи, большая разница, огромная разница между арт-диллерами и арт-консультантами. Мне было интересно, во-первых, видеть, просмотреть реально, как люди, как их глаза горели, когда они говорили об искусстве, о любви, как их отношении с произведениями. Но коллекционер, когда собирает свою коллекцию, он думает, он в моменте, он вот сейчас. Меня всегда радует, когда любое арт-событие вызывает интерес. Я безумно счастлива видеть в зале людей заинтересованных. Я считаю, что Россия абсолютно закрыта в плане развития современного искусства. Нам нужно общение, нам нужно открывать границы, прекратить молчать, сдерживаться, нужно учиться. Мне было интересно, поговорить с другим зрителям и посмотреть, как они ответили, потому что, я думаю, что там были небольшие взрывы в зале, с часом до часа. Самое важное для рынка – это именно включение в интернациональный процесс, потому что не может существовать рынок отдельного в наше время. Или он будет маргинальным, или он должен быть включен в общий процесс. Андрей не может хорошо говорить на русском, а что он может? Нет, давайте начинали. Во-первых, мы уже с сегодняшний день начали невероятное движение вперед с открытием выставки Кальдера в Кушкинском, с открытием Гража завтра. И в сентябре нам предстоит второй обновленный выпуск ярмарки Козьмовской, где у нас опять же будут представлены около 30 международных и российских галерей. Мы будем продолжать аукционов White для фонда Naked Heart Натальи Водяновой, также выставку «Глазами коллекционера», где наши коллекционеры впервые представят и откроют нам свои ларцы и свои произведения из частных коллекций. А также, конечно же, в сентябре будет происходить бенналь современного искусства, который совпадает по времени с Козьмовскую и открытие Луис-Буржуа. Так что это будет поистине важный месяц для современного искусства в России. Не признавать факт существования современного искусства – это все равно, что не признавать факт, что ты живешь сейчас. Многие европейские мировые города, они проходили уже какие-то этапы в свое время, может быть, чуть раньше, по разным причинам. Мы находимся в другом моменте, в другом месте. Чем раньше начнешь играть, тем будешь лучше играть. Нет великих секретов. Надо много времени на что-то потратить, и тогда в итоге получится. Что я люблю о Москве, это, что она не уничтожена. И что я люблю, это потому что это правильный курс. В определенном случае, что немного странно о Москве, то есть, что вы знаете, что это будет происходить. Вы знаете, что это будет происходить. Вы только не знаете, когда. Сегодняшний день я венчался успехом. Спасибо вам большое всем слушателям. Спасибо большое Австрийскому культурному форуму. Спасибо большое Moscow Times Conferences за организацию этого форума. И от лица, как бы Кузьмолского, Маргариты и меня. Мы очень рады быть здесь сегодня и рады видеть вас всех. Давайте вместе попробуем сделать перемены с каждым годом, мы встречаться и продолжать наши встречи. Спасибо.